МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал СБС, время программы «Экономика дня». В студии для вас работает Хайла Мамедова. Здравствуйте! Сегодня мы будем подводить итоги практически двухлетней работы портала онлайн-торговой площадки азэкспорт.аз. В студии телеканала СБС в гостях находится руководитель портала Азэкспорт Заур Гардашев. Здравствуйте, господин Гардашев. Спасибо большое за то, что уделили нам время и пришли к нам. Господин Гардашев, до того, как мы перейдем с вами к обсуждениям, эти цифры вам известны. Недавно портал Азэкспорт опубликовал данные по 2018 году и в сравнении с 2017 годом. Портал, я напомню, заработал в конце 2016 года. То есть решение об этом было принято, а фактически заработал в начале 2017 года. И согласно вашей статистике, в 2018 году, в прошлом году, на портал Азэкспорт поступили экспортные заявки на общую сумму 514 миллионов долларов. Сумма экспортных заявок увеличилась на 39 миллионов долларов или же на 8,2% по сравнению с 2017 годом. Все правильно? Все верно. Да, и мы с вами не раз обсуждали тот момент, что это просто заявки на такую сумму. А сколько, на какую сумму была реализована непосредственно продукция вот за 2018 год из 514 миллионов долларов? Если считать, по всем выданным, реально выданным документам в прошлом году, было экспортировано ненефтяную продукцию на сумму более 160 миллионов долларов. То есть получается, что треть заказов, полученных нами, была реализована. Остальные две трети, к сожалению, остались заказами. Это случается из-за того, что обычно объем заказов, сумма заказов превышает то, что мы имеем на руках, то, что производители предлагают. Но это для нас тоже положительный момент в том плане, что для нас это хороший маркетинговый инструмент, а для наших поставщиков, экспортеров это положительный сигнал. И очень много в последующие годы планов, инвестиционных планов для реализации и увеличения объемов производства, в том числе и создания новых видов производства, новых товаров. Господин Гардашев, вы говорите, что это хорошо, и это сигнал для предпринимателей, чтобы они больше производили продукцию. Но не стоит ли вам это как-то регулировать? То есть, чтобы на портал, да, заявки были выданы, но, соответственно, там указывалось, например, сколько есть в наличии продукции для реализации. Изначально были некоторые отрасли, которые жаловались вообще об отсутствии тех или иных клиентов того или иного спроса из-за рубежа. Мы больше фокусировались, сфокусировались на такой продукции, на таких клиентах, и как бы переусердствовали и получили больше заказов, больше заявок на такую продукцию. И поэтому все-таки нереализованная часть остается. Иногда это не только отсутствие товара на складе, иногда это несогласованность с ценой, иногда это несоответствие стандартам, иногда это несогласованность маршрута поставок. То есть, то, что мы называем quotation request. Ну, а как-то планируете это совершенствовать? Я знаю, что вы неоднократно подчеркивали и недавно в своем интервью сказали, что вас радует тот факт, что за два года портал Азэкспорт перешел из стадии развития, то есть в стадию самосовершенствования. Ну, если оставить в стороне то, что раньше вы практически, да, можно так сказать... Приконяли за клиентами. Да, бегали за предпринимателями, то сегодня этой задачи перед вами не стоит. Предприниматели сами обращаются. Но вот возникают такие ситуации, то есть появляются компании, которые просто размещают свою заявку, не обозначая определенное, сколько у них есть в наличии продукции, смогут ли они удовлетворить тот или иной спрос. Вот, как быть? На сегодняшний день мы начали с того, что у нас появился дополнительный пункт требований компании. Появился? Да, сколько они могут предложить в месяц. Второй вариант, вторая часть нашей работы, над которой мы сейчас работаем, это создание сезонной карты экспорта Азербайджана. То есть эта сезонная карта очень важна с той целью, что в основном не нефтяной сектор сейчас у нас базируется на сельском хозяйстве, а сельскохозяйственную продукцию склонно иметь сезонность. Мы, эта карта будет, может, даже день в день, может, даже неделю от недели указывать, сколько в Азербайджане, например, в эту неделю могут быть поставлены, скажем, тех же томатов. Чтобы покупатель тоже реально видел эту карту и знал, имеет ли смысл в это время обращаться за товаром, который наверняка не будет. То есть эта карта будет очень полезной с этой точки зрения. И такие сезонные карты, а также технологические карты, которые могут быть применены в других отраслях. В той же самой нефтехимической промышленности, в той же самой перерабатывающей промышленности. Ссылаясь на эти карты, и наши поставщики, она будет одинаково доступна всем, и поставщикам, и покупателям. Как скоро вы планируете уже эту карту внедрить? Работа уже заканчивается. Знаете, сезонные карты сельхозпродукции были и раньше. Но мы хотим сделать больше. Мы как бы хотим в конкретный день года иметь возможность, как минимум, исходя из данных прошлого года, прогнозировать реальный объем той или иной продукции, которая будет доступна. Это очень сложно. Сложная задача, да. Там нужно будет учитывать и климатические условия, и погодные условия. Мы привыкли уже выполнять сложные задачи, так что мы взялись за эту задачу тоже. И скоро эта карта будет как бы доступна и нашим экспортерам, и покупателям. И поэтому, естественно, во всех этих вариантах бывают форс-мажорные случаи. Например, с тем же луком, который сейчас, ситуация сложилась во всем мире, резко. Всего месяц назад фермеры жаловались на то, что невозможно продать лук. Продать и реализовать. Он стоил около 10 копеек. А сейчас мы получили столько заказов, что... Дефицит наоборот. Да, полностью запасы исчерпаны. И даже есть небольшая опасность того, что внутри страны цены могут вырасти. Поэтому вот, чтобы... Но это все можно было предвидеть, потому что отчеты, есть глобальные отчеты. В основном все мировые сверху производители, трейдеры ссылаются на них. И уже в ноябре в этих глобальных отчетах было сказано, что мировой сбор лука был меньше на 30%. Азэкспорт, я знаю, что больше ориентирован на малые и средние предприятия. На что сегодня делает акцент как раз и государство. И в том числе сейчас еще даже микропредприятие. Да, такое понятие появилось. Вот как ваш портал помогает этим предприятиям, да? Да, делает ли для них какие-то лучшие условия? Почему они должны выбирать Азэкспорт? Я неоднократно вам задавала этот вопрос. Вот задаю я его спустя вам вот два года. Вы говорите уже, все замечательно, все хорошо. Почему вот микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия. Я знаю, вы интегрированы с мировыми торговыми площадками. Все же, почему они должны выбирать Азэкспорт.ас? Азэкспорт, кроме того, что он является порталом, мы взяли на себя. Ту часть работы, ту инициативу по мониторингу проблем именно в области экспорта малого и среднего предпринимательства и решения ее с помощью изменения законодательной базы, предоставления предложений правительству и так далее. И у нас как бы до сих пор это получалось успешно. В том числе мы также не стараемся быть одними на рынке, чтобы Азэкспорт, единственный такой портал, подключайтесь к нам. Одновременно мы стараемся решить проблемы электронной коммерции в Азербайджане, чтобы больше было таких порталов, а не только развивался наш портал. Мы стараемся решать проблемы электронных платежей, которые так необходимы таким порталам. Мы стараемся решать проблемы логистики, в том числе экспресс-доставок, не только в Азербайджан. Сейчас сложилась такая ситуация, что в Азербайджан доставлять все легко, дешевле, но и из Азербайджана куда-то что-то отправить сложнее. Вот все эти задачи сейчас стоят перед нами, мы стараемся это решить. И они решаются. Специальная свободная экономическая зона АЛЯТ будет играть очень важную роль в трансграничной торговле и в том числе в экспорте, микроэкспорте из Азербайджана, потому что товары будут там свободно консолидироваться и отправляться большими партиями. Вот все эти меры по экономическим реформам в целом стимулируют и поддерживают не только наш портал, и стимулируют предпринимателей, чтобы они стали участниками. Я вам назову одну цифру. В 2016 году, когда мы только заговорили о нефтяном экспорте, о поощрении экспорта, о упрощении экспортных процедур посредством внедрения единого экспортного заявления, тогда напрямую в экспорт было вовлечено 450 предпринимателей. Сегодня эта цифра? Сегодня эта цифра больше, чем 2000. То есть эти цифры уже сами говорят о себе, что экспортировать стало легче, нет никаких препятствий для предпринимателей, они сами без посредников напрямую участвуют в процессе экспорта. Спустя два года рост на 300-400% роста экспортеров, которые напрямую участвуют в процессе экспорта. Соответственно, цифры еще увеличатся, раз движемся такими семимильными шагами. Вот из новшеств, которые уже были приняты и внедрены за экспорт, это единое заявление экспортера, о котором вы говорили, «Сертификат свободной торговли». Сегодня о чем думаете? Вы несколько уже моментов назвали, и все же вот одно из первоочередных задач, буквально на вот этот квартал, первый квартал 2019 года перед АЗЭкспорт, что стоит? Ваша первоочередная задача. Внедрение сертификата свободной торговли позволило нашим компаниям выйти на абсолютно новые рынки, до которых они не могли выходить. То есть мы явно увидели пользу от этого сертификата. Следующим нашим шагом, желанием, это предоставить побольше, иметь возможность предоставить побольше международных сертификатов нашим компаниям. Потому что, правда, сейчас они имеют возможность и без нас получить, но где и за какую цену, это уже другой вопрос. Для многих сертификатов надо обращаться или в европейские страны, или обратиться к американскому агенту, например. Но есть, возможно, все эти сертификаты предоставлять здесь, в Баку, будучи агентом всех этих структур, и в десятки раз дешевле. И одна из следующих наших целей, вот, предоставлять им эти международные сертификаты. То есть стать своеобразным мостом, да, между теми агентствами, которые дают эти международные, выдают эти международные сертификаты, и нашим предпринимателям. Да, абсолютно верно. Мы уже дали заявку на американское агентство по контролю за лекарствами и продовольствием, чтобы стать их авторизированным агентом. У них есть такая... Ну, это немножечко сложно. Я знаю, да, но сложно, но менее выполнимо. Да, но это один из самых таких сертификатов строгих в мире. Потому что продовольствие и лекарства, это регулируется на самом-самом-самом таком уровне. Уже через нас две наших компании получили сертификаты FDA и вышли на американский рынок, в том числе по программе сотрудничества Amazon и Азэкспорта. Их продукция размещена на складах Амазона, и они сейчас свободно торгуют этой продукцией. Вы взяли на себя это обязательство, а не страшно? Ну, знаете, всегда что-то первопроходит, всегда чувствует какой-то страх. Но если знать детали, если знать подводные камни, я думаю, что страх отводится на второй план. И мы просто идем своим путем. И там, где мы видим препятствия, стараемся их... Но еще нужно быть, необходимо быть уверенными в тех самых предпринимателям, которым вы выдаете эти сертификаты качества. Потому что, ну, продовольствие и лекарства, согласитесь. Да, но принцип вот этих структур, американских и европейских, очень у них подход, очень такой философия, очень удачная. Например, FDA вначале без проверки производственных мощностей, производственного места, просто на основании экземпляров, которые им посылаем, выдает этот сертификат. Но он заставляет предпринимателя подписать, как бы, документ, согласно которому он берет обязанность на себя, что в случае, это может быть любой день в году, если инспектор придет, он обязан пропустить его, создать условия, чтобы он имел возможность инспектирования производства. То есть, такой подход создает, как бы, у предпринимателя очень большой объем ответственности. И такие виды сертификатов, по моему мнению, в целом движет наше национальное качество, нашего национального производства. То есть, раньше мы ссылались, как бы, на национальные сертификаты. Эта продукция в итоге оказывалась низкого, более низкого качества. Но если ссылаться на международные сертификаты, то есть, внутри страны мы от этого выиграем. То есть, и у нас, как бы, будет качественная продукция из-за того, что они требуют этого. И, естественно, экспортируемая продукция будет очень качественная. Я хотел бы, я вспомнил по другую программу, которую мы запустили, как раз речь идет, если речь пошла о качестве. Был право, мы очень часто сталкивались с тем, что заявленный товар не всегда соответствовал тому, качеству. Да, то, что наш предприниматель доставлял. И даже внутри страны есть очень много нарушений географических имен, географической принадлежности той или иной продукции. Вот основная проблема заключается в этом. Даже на зарубежных рынках мы встречали случаи, когда товары из чужой страны пытались выдать за азербайджанский. И мы, то есть, запустили программу, где это добровольная программа, опять же, бесплатная для участников. Те люди, которые уверены в своей продукции и сталкиваются с этим, что кто-то выдает некачественную чужую продукцию за их азербайджанский качественный продукт, мы им выдаем голограмму специальную с надписью «Made in Azerbaijan». Защитная голограмма, у которой пять уровней защиты, в том числе QR-код, который он может проверить по базе, что действительно ли этому человеку выдавалась эта голограмма. И тем самым он защищает не только себя, не только обеспечивает себя клиентами и более высокой ценой, а также имя «Made in Azerbaijan», то есть, как мы привыкли говорить, бренд «Made in Azerbaijan» защищает от интервенции, от вмешательства. Спасибо вам большое, господин Гардашев. Тема очень интересная и многогранная. Можно было бы продолжить. Мы обязательно с вами еще встретимся и подведем уже предварительные итоги 2019 года. Успехов вашему порталу и вам непосредственно. Я напомню, в эфире телеканала CBC была программа «Экономика дня», вела ее я, Хайла Мамедова. Говорили мы сегодня о работе портала «Азэкспорт» в онлайн-торговой площадке, посредством которой азербайджанские экспортеры могут выйти на зарубежные рынки. Компетентным гостем по теме дня выступал Заур Гардашев, руководитель портала «Азэкспорт.Аз». Спасибо и вам. Всегда рады. Спасибо. Приходите почаще. Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до встречи.